Я удивлен, на более чем за 1500 видео на моем канале я еще не сделал видео на эту тему. Серьезно, если вы смотрели мой канал, то видели, как я рассказываю о спортпиджаках, как этот единственный предмет гардероба может сделать вас выше, стройнее, мужественнее. Поэтому я сделал полноценное руководство по покупке спортпиджака. Для начала мне самому не помешало бы надеть спортпиджак, правильно? Бум. Вот так в один клик я выгляжу выше, стройнее и мужественнее. Так? Вы видите разницу? Понятно же, что я взобрался на что-то. Но суть ясна, что, когда мы надеваем пиджак, он увеличивает наши плечи не только вширь, но и в целом визуально. Когда ваши плечи выглядят чуть выше и более выразительно, то люди оценивают ваш рост выше, чем он может быть на самом деле. Почему пиджак делает вас стройнее? Да, рост имеет к этому отношение. Но также и точки плечей сходятся вот в этой линии. Эта форма делает вас более стройным и создает так называемый V-образный вырез. Еще одна интересная вещь насчет пиджаков, они могут сделать так, что ваши руки выглядят больше. И это воспринимается как что-то привлекательное. Еще со времен приматов большие руки означают, что вы можете держаться, и это считается привлекательным. Когда вы носите пиджак, он создает силуэт рукам и привлекает внимание к кистям. Все это сделано специально, чтобы подчеркнуть мужские черты, выделить грудь. И все это не случайно. Если вы знаете историю пиджака, то понимаете, что они вышли из военной формы. Кстати, у моряков использовалась кожа на воротнике. Она защищала шею. В общем, суть в том, что история пиджаков заключается в том, чтобы сделать мужчин привлекательнее. Поэтому вам необходимо носить пиджак. Хорошо, мы разобрались и поняли, что спортпиджаки делают вас красивее. Ну а какая разница между костюмом-блейзером и спортпиджаком? Костюм – это пиджаки-брюки из одного и того же материала, а блейзер чем-то схож со спортпиджаком, но он сделан из синей ткани, обычно из шерсти. Также есть регато-блейзеры, но в целом блейзеры имеют морскую тематику. И это заметно по пуговицам. Для них используются серебряные или золотые пуговицы. Мне нравится спортпиджак, потому что в последние лет сто он стал одиночкой. Это когда пиджак делается самодостаточным. У него нет пары подходящих брюк, как у костюма. Означает ли это, что спортпиджак – это простой костюмный пиджак без брюк? Ну что-то типа этого. Спортпиджаки будут более кэжуал. Их делают из различных типов тканей. Часто можно встретить разные стили, которые тоже относятся к спортпиджакам, потому что они кэжуал. Что мне нравится в спортпиджаках по сравнению с костюмами и блейзерами? Как раз то, что они являются кэжуал. Поэтому они более универсальны. Существует так много ситуаций, когда вы можете надеть спортпиджак. Могу ли я порекомендовать вам разделить костюм и носить пиджак как спортпиджак? Если это ваш единственный костюм, то нет. Потому что вам нужно, чтобы пиджак и брюки сочетались. А если вы испортили пиджак, пока вы ходили в джинсах, то вы лишитесь костюма. Но если у вас есть больше костюмов, и у некоторых уже испортились брюки, то в принципе можно взять пиджак от костюма и носить его как спортпиджак. В этом случае я говорю о функциональности. И это, пожалуй, главный пункт данного видео, потому что первым делом следует себя спросить, смогу ли я ходить в этом каждый день. Сегодня многие из вас проводят встречи по Zoom. Все шутят, что у них есть рубашка для Zoom. Почему бы не иметь еще и пиджак для Zoom? Когда вы надеваете пиджак с рубашкой, вы выглядите круто. Что мне нравится, так это то, что спортпиджак сочетается с большим количеством рубашек. Вы можете быть владельцем настоящей кремниевой компании и носить футболку со спортпиджаком, и будете выглядеть гораздо лучше, чем тот парень во слепительно-белой рубашки. Потому что вы в пиджаке. Пиджак всегда превосходит рубашку. Да, вы можете носить поло с пиджаком. На мой взгляд, это круто выглядит. Но в целом, конечно, вы можете уходить в сторону рубашек. И благодаря тому, что эти пиджаки являются кэжуал, вы можете носить их практически с любым типом рубашек. Так, почему же происходит так, что когда мужчина надевает кэжуал пиджак, например, как этот на мне, светло-коричневый, то он все равно вызывает авторитет. Когда он заходит в ресторан, к нему обращаются сэр. Или на работе, когда новый сотрудник ищет кого спросить, то он смотрит на человека в пиджаке и делает вывод, что он ответственный по вопросу. Обладание униформой мы относим к успеху. А для мужчин униформа это спортпиджак или костюм. Поэтому, когда мы видим человека в костюме, мы сразу понимаем, что он главный. Поэтому, независимо от вашей индустрии, будь то креатив или программирование, почему бы не выглядеть как ответственный человек? Потому что рано или поздно так можно получить повышение или вам начнут больше доверять. А как быть с размером? Лично я предпочитаю пиджаки чуть более свободного кроя, чтобы он не стеснял меня в движениях. А вот костюмы я предпочитаю, чтобы прилегали ближе к телу. Спортпиджаки я ношу не только летом, но и зимой, когда я надеваю под низ свитерок. Конечно, правильный размер начинается с плеч. Если пиджак не сидит в плечах, господа, не покупайте его. Как и с костюмом, спортпиджак должен быть по размеру в плечах. Если он слишком широкий или узкий, то не стоит заморачиваться и подгонять размер в плечах. Если пиджак не сидит в плечах, не покупайте его. Давайте теперь рассмотрим длину. Пиджак может быть слишком длинным или слишком коротким. Снова, это очень трудно исправить. Так что да, пиджак должен слегка покрывать ваши ягодицы. В случае, когда вы высокий, он может быть чуть длиннее. Или если вы низкого роста, пиджак может быть чуть короче. Давайте обратим внимание на складку подмышки. Это та часть, где рукав крепится к пиджаку. И эту часть иногда требуется исправлять, а это очень дорого. Поэтому, если все плохо, не покупайте пиджак. Давайте же теперь рассмотрим то, что можно исправить. Это грудь. В целом, если это большой пиджак, то можно убавить примерно 2-5 см. Если это маленький пиджак, то его можно поправить на 1-3 см. Также пиджак можно распустить на 1-2 см. Если говорить о зоне талии, то здесь можно запросто исправить 2-5 см. Также можно и распустить примерно на 1-3 см. Все зависит от размера пиджака и производителя, но повторюсь, покупайте пиджак правильного размера. Вам не стоит его исправлять. Потому что как только вы начнете менять его на эти 3-5 см, то его пропорции нарушаются. Карманы уже будут не на своем месте, и он будет плохо выглядеть. Что насчет рукавов? Исправить рукава проще всего. Кроме случая, когда у вас хирургические манжеты. Тогда вы сможете исправить, но не сильно, примерно 1-2 см. Не больше. А если пуговицы не рабочие, то вы запросто можете укоротить или удлинить рукава на 2-3 см. Если больше, то пропорции нарушаются. Когда вы будете исправлять длину рукава, то лучше быть в рубашке. И когда вы будете делать примерку, руки следует держать внизу. И манжеты рубашки должны выглядывать примерно на 1,5-2 см. Суть в том, что рукав пиджака касается косточки на кисти. И поэтому вам нужно сделать так, чтобы рукава рубашки были чуть длиннее. Если вы решили купить себе дизайнерский пиджак, то ищите пиджак с высокой подмышкой. Особенно, если вы худой парень. Если вы крупный мужчина, то для вас это может не сработать. Но в целом высокие подмышки более удобные. В них лучше подвижность, они не сковывают движения, и рукава выглядят более опрятно. Это лучше выглядит на худых парнях. Так что, если вы ищите пиджак, в котором можно свободно двигаться, тогда высокие подмышки – это главное. Хорошо, господа, поговорим теперь о материале, ткани и качестве. Обратите внимание на этот пиджак на мне. Видите рисунок? Конечно, все замечают рисунок. Это большая клетка. Да, я могу надеть такой пиджак два дня подряд, но он не будет универсальным. Если у вас уже есть пять пиджаков, и вы хотите разнообразить свой гардероб, то запомните, что большие паттерны, они являются casual. И, пожалуй, не стоит начинать свою коллекцию спортпиджаков с них. С чего же начать? Ребята, все просто. Берите одноцветные. Их намного проще совмещать, они хорошо впишутся в ваш гардероб, и есть большое разнообразие. Вы, наверное, можете запутаться в разнице между синим блейзером и синим спортпиджаком. Честно, не такая большая разница. Наверное, только в пуговицах. А так они очень похожи. Могу сказать, что темно-синий пиджак – это хороший выбор. Он будет хорошо сочетаться с почти любым типом брюк в вашем гардеробе. Но также можно присмотреть чуть более светлые оттенки синего. Также можно взять себе серый или зеленый. Но главное, что одноцветные пиджаки – это отличное начало. Их легко внедрить в свой гардероб, и это отличная стартовая точка. Означает ли это, что любой одноцветный пиджак – это отличный выбор? Не совсем. Например, я бы не стал брать себе пиджак такого цвета в качестве своего первого пиджака. Да, это красивый цвет. Мне даже нравится такая комбинация, но в целом лучше все же придерживаться более традиционных цветов. Тех цветов, которые вы уже носите. Означает ли это, что вам следует избегать паттернов для ваших первых пиджаков? Ответ – нет. Если вы знаете, что вы делаете, и скажем, это приглушенный рисунок, то вы запросто можете его использовать. Он также может быть универсальным. Взгляните на этот пиджак. Вблизи мы видим паттерн – черный, синий, белый крапинки. А издалека он выглядит как светло-серый пиджак. Данный пиджак очень похож на предыдущий, но вблизи мы замечаем, что рисунок более очевидный. Зато на расстоянии он выглядит как светло-синий. Да, он, вероятно, не такой универсальный, но если у вас уже есть три-четыре пиджака, то я однозначно бы добавил такой в свой гардероб. Иногда вся суть будет в ткани и в ее рисунке. Как бы не очень сильный контраст, но если посмотреть вблизи, то мы видим этот рисунок иголочки. Этот паттерн часто встречается в спортпиджаках. Что насчет материала? Пожалуй, начну с материала, которому уделяют меньше всего внимания. Высокоэффективные ткани. За последнее десятилетие я видел большой прорыв в высокоэффективных тканях. Единственная проблема с ними – они могут выглядеть и очищаться очень хорошо, но проблема – это стиль пиджака. Существует очень много изготовителей. Вам просто надо точно знать, чего вы хотите. Они начали производить хорошие, стильные пиджаки. Например, на мне хороший туристический пиджак. Относительно легкий и дышащий. В целом это хорошо выполненный пиджак. Вот что вам надо. Рабочий пиджак нужного вам цвета. Лучший спортпиджак, который можно купить – это тот, который вы будете носить. И вот что мне в них нравится – это отличный пиджак, особенно для жарких стран. Далее давайте рассмотрим комвольную шерсть. Из такой шерсти изготавливается большинство костюмов. Комвольная шерсть – это очень тонко сплетенная шерсть. Она обладает легким блеском, но в целом это очень роскошный материал, поэтому он может быть дорогим. Ткань повышает цену пиджаков. Часто можно встретить пиджаки из стопроцентной шерсти – это хороший показатель. Лучше не покупать микс материалов, потому что это может означать, что производитель сэкономил где-то еще. Есть много пиджаков, которые не обладают таким лоском, как комвольная шерсть. Например, этот шерстяной пиджак более шершавый на ощупь, больше как фланель. Мне это нравится, он отлично подходит для осени или зимы. В общем, невозможно ошибиться с шерстью. Следующий материал, который часто можно встретить в пиджаках – это лен. Лен – отличный, прочный и дышащий материал. Это чисто летний пиджак. Выбирайте пиджак без подкладки, я вам расскажу об этом чуть позже. Но в целом лен – это отличный материал, не считая, что он очень сильно мнется. Но надо понимать, что это его природа. С этим надо смириться. Но если вы это преодолеете, то поймете, что лен превосходен. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому пишите в комментариях, носите ли вы спортпиджаки. Да или нет? Напишите в комментариях. И если вы ответили «нет», то мне очень интересно узнать, почему вы их не носите. А если вы ответили «да», то почему вы носите? Пиджаки на мужчинах выглядят потрясно. Наверное, мне пора выпускать свои собственные пиджаки так когда-нибудь. Что насчет деталей стиля? Пожалуй, стоит начать с лацканов. Прямоугольные лацканы. Можно также выбрать что-то типа спортивных лацканов, особенно если вы шьете на заказ. Спорт-лацканы выглядят так, словно их можно застегнуть. Вот чего стоит избегать, так это круглых лацканов. Они хороши для смокингов, но не для спортпиджаков. Они очень формальны, то же самое и с заостренными лацканами. Возможно, на однотонном синем или сером пиджаке. Я видел, как некоторые мужчины надевали такие пиджаки, но в целом я бы оставил такие лацканы для костюмов. А вот с карманами можно позбавиться. Карманы прорезью используются в смокингах. Карманы прорезью используются в смокингах. Лоские карманы используются в костюмах и во многих спортпиджаках. А также можно встретить нашитые карманы. Их не используют в костюмах, потому что они слишком casual. Эти карманы нашиваются поверх, прямо на ткань. И это довольно-таки забавно. Особенно, когда такой карман нашит на грудь. Если говорить о разрезе, то большинство пиджаков будут с одним разрезом, потому что так проще изготавливать. Но я не думаю, что это лучшая опция. Если вы можете найти пиджак с двумя вырезами, то это уже что-то. Они не только хорошо выглядят, но и отлично сочетаются тематикой casual пиджаков. И также есть пиджаки без разрезов. Это на итальянский манер. Но, скорее всего, вам придется делать на заказ такой пиджак, потому что они почти не встречаются. А что насчет хирургических манжетов? Это когда используются пуговицы на манжетах. Их история идет от полевых врачей, которым нужно было подкатывать рукава. Сегодня же это используется только как декорация. Большинство пиджаков на прилавках идут с нерабочими пуговицами, и это хорошо, потому что позволяет вам подкорачивать рукав по длине. И если пуговицы декоративные, их можно снять, подкоротить или удлинить рукав, и пришить их обратно. Проблема рабочих манжетов, и почему это считается премиум, потому что они не подходят всем типам телосложения. Это может говорить о том, что пиджак был сшит на заказ. Ну и если вы нашли такой пиджак, то следует учитывать, что вы можете исправить длину рукава всего на один-два сантиметра. Что же находится внутри пиджака? Есть несколько вариаций. Это подкладка, частичная подкладка и пиджак без подкладки. В пиджаках без подкладки все равно есть немного подкладочного материала в области груди и плеч, чтобы укрепить конструкцию. Мне также нравится подкладка в рукавах, чтобы было проще надевать, снимать пиджак. Хотите верьте, хотите нет, но пиджаки без подкладки или с частичной подкладкой будут дороже, чем пиджаки с полной подкладкой, потому что их дороже изготовить. В пиджаках с подкладкой намного проще спрятать некрасивые детали, просто закрываешь все подкладкой. Кстати, лучше всего выбирать подкладку из материала бэмберг, он лучше дышит. И воздержитесь от шелка. Хоть это и звучит прикольно, но шелк быстро начинает рваться и его очень сложно заменить. Пиджаки с подкладкой хороши, но лично мне нравятся пиджаки с частичной подкладкой или без подкладки для лета. Особенно если это пиджаки из льна, который пропускает воздух. Но они будут стоить дорого, потому что, поймите, они должны сделать так, чтобы все выглядело красиво. Они должны так пошить пиджак, чтобы он выглядел красиво не только снаружи, но еще и внутри. Какое видео смотреть дальше, ребята, с пиджаком вам надо надевать и брюки, правильно? Так вот, я подготовил видео, где рассказываю о 15 стилях брюк, которые можно купить.